всем привет сегодня короткий обзор amazing fantasy тысячный выпуск скромный список кавычках авторов на самом деле огромный очень классная антология я честно говоря не очень с годами стал скептически относиться к таким историям вот здесь как видите у нас получается 8 истории это это не фраконы майкл чё на истории чё на рисунке дэн слот и джим чэнг романду лануть господи извините я ночь и наверное я ночь и иран стегман райан робола оливер куапель хочу андерсон и не знаю кто это и джузеппе коммун коле курбю секторе дотсон джон хикман марку чичетто и нил гейман и стив макнивин макнивин я потом останусь на нем отдельно первая история принципе от рынка чего и от антони фалькона довольно прикольная рассказывает о том как она дарила дальше спойлер не смысл по вам рассказывать про сингл без спойлеров как-то это глупо рассказывать историю парня который лет на каждые 35 лет выходит из тюрьмы его каждый раз слой человек паук и он никак не может понять чем чем до него докопался и в итоге ему питер говорит что для меня нет история называет джаз самгай просто какой-то парень да и он питер ему говорит что для меня нет обычных парней грубо говоря то есть ну даже самых там этих всех я короче ну ко всем отношусь на кого бы говоря есть пока ты не меняешься я буду также с тобой поступать вот вторая история наверное номер два моя из моих любимых а ты в этой антологии это слот и чанг довольно забавно выглядит прикольно как здесь престарелый петер паркер его по ночь постреливают он кого как будто бы упрощается с опять же престарелой очевидный мэри джейн в итоге как будто бы умирает больница а потом показываю что на самом деле вот это вот весь нью-йорк не приходит прощаться по очереди нам фанатов выстроенных в очередь благодарных ему людей и как будто него пульс останавливается и потом она ну мэри забегает палату а там питер с голой жопы на улице стоит и какого-то бандита говорит ловить и по что я должен был сделать и по я увидел в окне ограбление короче супер классный супер примут максимальное попадание персонажа вот если в слот так писал вообще все комиксы про паука было бы намного это мир был бы намного интересен плане комиксов про паука далее такие мелкие истории у стекман и арману янучи не знаю как был типа как бог ладно мне честно говоря такие истории кажутся какими-то странными скорее заполнениями чем чем-то важным даже не хочу про разговаривать глупость какая-то вот рыба урал для меня автор бедлецов читал очень хорошую нюран был прикольный жилок что они решили закончить вот и от оливер куапель или копия как вам угодно любопытно как оливер поменялся в рисунке конечно принципе вроде как и считывается по лицам особенно до везде но какой-то вот он стал больше шумов на свою работу класс пройти это работа колористы я видел недавнего книжки все так выглядит и все какое-то странное более размыто стало можно просто полностью в цифру пришел ну как бы рисунок и рисунок а история классная вот отсылает на золотую золотую эру на чек паука защитить течение серебряных винтирую комиксов на ранние работа чеки пауки где еще петер встречался с бетти бранд как раз вот стэн листи в детка эпоха как чай паука что кушал мороженое заляпался потом когда продавала фотки людей там и пытался быть фотографом серьезно взяли фотку которая случайно фотоаппарате попала когда мороженое себя вляпал ну короче забавные прикольная такая маленькая жизненная слайсушная зарисовка вот здесь выпуск вот мне почему такая что этот выпуск который хочет андерсон писал джебе кому-то рисовал мне кажется такой мини-оммаж наверное или отсылочка на какой-то док завар что назывался не могу вспомнить короче подпись и кушку и серия на сенте писала в двух частях ее первого было 80 в конце вторая внезапно в нулевых и вот там было как раз таки про психушку такой интересный story art где петер сидел в психушке и в общем-то сомневался своей в самом себе мне кажется такая ссылка на это похоже ну само собой аммажа на знаете сами какие какие сцены да с этим с капитаном стейси вот вы довольно любопытный на подходит сама история далее как ни странно история курта бюзика наименем не всего ну вот не считая той странной зарисовку то пропустила неизвестного не чувака наименем и все понравилось просто скучно написано красиво прикольно джеблюсь их все-таки но просто как-то мне персонажи не интересны вторичные все и далее я покажу как раз к тому почему я купил вообще этот выпуск изначально прочитав в цифре зарисовка хикмана это просто вообще нереально наверное лучший комикс про чек пука за последние 12 лет точно после стражинский уж совершенно точно не может создать на одном где-то от уровня некоторыми выпусками вот но совершенно обалденная история с юмором написанная как питер стоит как обычно ноет перед советом пауков такая но опять же это хикман на опять же молтиверсая фигня и похоже на вот фото зюбе четверки совет ридов здесь такой же совет петров вот его считайся разговаривает мы типа не понимаем о чем-то вообще плане нытья что он говорит что наверняка говорит почти всем питерам тоже как мне не везет я не мол шути что у этого парня пулицер там это вот третий ребенок типа у меня короче все зашибись вот но и все-все пауки понимают рука что нас тоже все хорошо и питер в общем то стоит и говорит вы типами но мозги не парить короче все дадим стебутся ржут в общем и говорят что у меня на самом деле артрит вот там они чувак у вас тебя 2 г и что он где и что дети я не верю что еще мои 3 г это у тебя есть нобель типа или нету когда у меня короче нобель но кого вообще это волнует их каждый по собаке отдаю сейчас но и так далее вот ну и все и такая классная классные такой сентиментальный вывод о том почему питер сама сначала спрашивать типа что я не верю справлюсь ли я сколько мне это еще все терпеть и вот здесь такой вывод идет столько сколько надо каждый раз когда ты падаешь ты встаешь типа и столько сколько ручьи надо потому что человек паук в общем опять же банальности на уровне эстетической сентиментальности будут до называть но блин это охренительно это настолько с юмором и ну короче просто всего на прочитать один комик про чек паука что понять кто такой человек паук вот берете эту историю типа и можете дальше не читать вот и еще зарисовка классно мне тоже очень понравилось про нила геймана как он в сасексе в британии у себя на на родине покупал всякие журналы типа у прочего которые делали черно-белые репринты что очень забавно человек паука стены ли и стива дитка и он здесь как будто разговаривать человеком пауком который по-настоящему пришел потом показа консорт лет спустя разговаривал с одним интервьюером и джонатан вместе с ним они пришли реально к стиву дитку типа на самом деле было он подписал немножко комикс что там якобы ну как будто бы болтал гейман в это время разговаривал на диване с человека пауком который его как бы игнорирует и серию что даме сейчас об этом говорят даме там то говорят почему игнорит 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 и в конце он ему питер ну чек паук точнее как будто ему возвращает пистолет которого родители выкинули из картона и там какой-то резинки сделанную верну такую пыляющую этих всех его начинает джонатан стрелять играть и паук убегает и посвящение стиву дитку за подписанный комиксы и чаку удивительный человек паука и здесь я замечу что на самом деле это вот третий на моему любимый комикс этой антологии он просто охренительный потому что нил гейман все-таки нил гейман дело даже не в слоге не в там в мета приколе что геймин себя вписал да это не особо здесь уже теперь через что по современным меркам но в чем здесь крутость это в том что человек паук символизирует стива дитка он делает добро делает классные дела сделал великие вещи да здесь как супер герой но при этом он очень холоден с гейманом как фанатом практически стараться не разговаривать свою отчужденность показывает а сам дитка показан здесь как вы видите лишь силуэтом три раза получается на заднем фоне без прорисовки лица то есть стива дитка здесь в истории на самом деле изображает человек паук который точно так же как стив дитка максимально отчужден но при этом он огромный вклад делает для всего и также здесь человек паук делать дела дальше отдает ему пистолет прочее все максимально сухо холодно но при этом само дело которое он делает она как бы великое доброе благородное и ну так далее короче это просто очень круто сделано вот и когда это вдумчиво читаешь на тему того что все это значит да ты для себя как бы делаешь определенное что называется выводы вот ну и последняя история по моему ты наук на рисунке здесь я честно говоря не очень ее понял зачем ее сюда поставили вот может как-то объяснить вот так в целом конечно очень крутой сборник опять же история хикман история геймана история слота и чанга это просто абсолютно топчик всем очень советую почитать на это наверно все спасибо что смотрели и до новых встреч